на портал x get поступают вопросы и сегодня мы разберем один из них как определить свою главенствующую страсть во первых мы должны сказать что такое страсть страсть это укоренившийся грех в человеке тогда когда грех становится неотъемлемой составляющей той жизни молодой человек в школе где-нибудь за углом попробовал покурить это грех он второй раз попробовал покурить это тоже грех это его еще не страсть он может пробовать курить раз в неделю раз в месяц без этого прекрасно жить но он так скажем так в этом грехе укоренился на что через пять лет он уже не курить не может все его естество духовное душевное и телесное перестроилась на то чтобы воспринимать вот именно курение как свою неотъемлемую часть мне плохо покурил не хорошо покурил у меня переживание опять не покурил мне не чего делать организм требует покурить мне еще делать без сигареты тоже не могу то есть когда это стресс начинает уже тобой владеть она начинает тобой всячески управлять святитель феофан затворник определяя или говоря как определить главенствующую страсть тебе говорит следующую вещь он говорит об одном подвижнике как мы с вами помню который предложил старцу подобный вопрос вот с какой страстью надо прежде всего бороться и вот что ответил старец борись с той которая сейчас тебя борет и не некогда будет доискиваться какая главное у тебя действительно вот если мы с вами начнем как-то садиться и в себе копаться до в своем прошлом что же какая же страсть самое страшное главенствующие так далее мы потеряем то драгоценное время которое остановить невозможно все что угодно можно остановить кроме времени мы знаем что даже и солнце было остановлено иисусом на вину во время битвы а вот время никто остановить еще не может это только во владении бог если мы потеряем драгоценное время своей жизни хотя мы это делаем очень часто меня то и борьба со страстью будет в общем-то не плодотворный бессмысленный в данный момент та страсть которая тебя борет больше всего говорит феофан затворник она твоя и главенствующая страсть и значит борись не и значит убивая ее но иоанн златоуст говорит что если тебя одолели грехи и страсти на то не надо бороться со всеми сразу выбери одну и победи ее как в драке есть на тебя напал несколько человек выбери зачинщика меня и сосредоточь в общем-то все удары именно на нем а другие разбегутся так и мы выберем одну страсть победим и другие в общем-то ослабнут желаю вам на этом пути всяческих успехов и прошу молитвы о себе дабы и мне побороться с моими грехами и страстями внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео видео а да Продолжение следует...